Казнет вернулся к теме политического преемника президента Казахстана. С подачи издания «Ассанди Таймс», которая пишет, что 17-миллионный Казахстан, вероятно, возглавит племянник президента Нурсултана Назарбаева Самат Абиш. Рядовому читателю это имя вообще мало что говорит. Вот и политический тяжеловес начала независимости Казис Алдамжаров демонстративно решил прогуглить информацию. Я где-то слышал, и не такой уж большой, великий деятель, чтобы о нем знать. Насколько я знаю, что он является заместителем председателя КНБ. Поэтому знать его я не знаю, и особо желания у меня его знать необходимости нет. Поисковик Google – плохой разведчик. Вот наглядный результат. Много фотографий, но кто тут генерал Абиш, юзеру приходится гадать. Бывший член команды президента Виктор Храпунов склонен думать, что уже в ближайшем будущем Нурсултан Назарбаев все-таки передаст эстафету. Формально по Конституции страну должен будет возглавить спикер Сената. Но Кайратмами откажется от этой ноши. Вот тогда-то посты спикера и заодно президента переходной период получит родной племянник главы государства. Вытащена будет эта кандидатура, внесена будет на обсуждение. И как исполняющая обязанности президента переходного периода парламент определит и Конституционный Совет подтвердит, что все законно господин Абиш пойдет в качестве исполняющей обязанности президента Казахстана. И на него будет возложена миссия подготовка к следующим выборам президента Казахстана. И он будет принимать участие, и он победит, естественно, в этих выборах. Для справки, Самат Абиш – выпускник Академии КНБ, сын младшего брата Нусултана Назарбаева Сатыбалды Назарбаева. На сегодня он заместитель председателя Комитета национальной безопасности. Это далеко не единственный родственник Эльбасы, который трудится на госслужбе. К примеру, родной брат Самата Абиша – генерал-майор КНБ Кайрат Сатыбалды, секретарь партии Нур-Отан. Такую родственную расстановку сил объясняет политолог Виктор Ковтуновский. Что касается вот этого явления, которое называют непотизмом, с одной стороны, вообще свойственно традиционному восточному обществу, в котором Казахстан в значительной мере отстается. С другой стороны, это свойство любого авторитарного государства. Большинство опрошенных экспертов не сомневаются в одном – если большие политические изменения и произойдут в скором времени, то общество об этом узнает не раньше октября. Через месяц состоится съезд президентской партии Нур-Отан. Субтитры создавал DimaTorzok